Как вы смотрите на текущее развитие блокчейн-экономики? С большим энтузиастом. Я стал большим энтузиастом. С большим энтузиазмом смотрю на это. Очень интересно, как это все развивается. В любом случае, если смотреть на большую перспективу, большое будущее, сначала люди недопонимают. Это понятно, что первые шаги могут идти в никуда. Но в конечном итоге это как-то реализуется и как-то обретет свою оболочку, которую содержимым будут пользоваться, и это даст возможность далеко уйти вперед именно в науке, в технике и вообще в развитии экономики и политики. Очень приятно, что от такого титана классической экономики это слышат. Мы действительно очень стараемся менять экономику к лучшему. И нам приятно, что сейчас русская речь доминирует на этом рынке, на блокчейн-рынке. Да-да. Я вчера познакомился с такими продвинутыми ребятами в этом плане. Очень рад, вообще так доволен, что столько хороших молодых ребят появилось именно из России, что они такие вещи, таких высот достигают в этом плане. Вот лишь бы, единственное бы, дай Бог вам здоровья, единственное бы, чтобы страна помнила своих героев тогда, когда они еще тут здесь, чтобы они не разбежались. У меня русский паспорт менять не планируют. Ну, опять-таки, вот я вчера разговаривал с ребятами, никто не собирается менять паспорт, но приходится жить там, где приходится. И это плохо. Они должны быть пригреты, приголублены, хорошо накормлены. Мы доносим до разных структур, принимающих решения в нашей стране политически. Мы доносим как бы экономические тренды, и они должны понимать, что если они не сядут на этого конька, он просто ускачет. Нельзя своих Сикорских отпустить. Нельзя, нельзя. Уже один раз отпустили. Давид, сердечно благодарю вас за интервью. Большое спасибо. Очень рады вас видеть. Доволься.